Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые родители! Вы когда-нибудь думали, как растут растения? Ведь они такие разные и красивые, высокие и низкие! Я бы хотела сегодня об этом вам рассказать. Не просто рассказать, но еще и показать! Ребята, давайте вместе со мной, ваша помощь мне очень нужна, договорились? Подготовьте все, что нужно для рисования. Не забудьте про весеннюю кисточку. Помните, какая она? Из ватных палочек. Начинаем рисовать. Но сначала вопрос. Где растут растения? Ответили? Молодцы! Правильно! Они растут на земле. Рисуем землю. Набираем кисточкой коричневую краску. Внизу рисуем прямую линию, приложив кисточку на поверхность листа. Вот так. Посмотрите, наше растение тоже начинает расти. Как это происходит? Давайте нарисуем. Растение пробивает землю и поднимается прямо к солнцу. Это пока только стебли растения. На больших стеблях появляются мелкие. Посмотрите, рисуем их почти кончиком кисточки, потому что они тоньше, чем предыдущие. Ой, ребята, у меня появилась идея. Давайте поиграем в игру тонкий и толстый. Наши стебли будут высыхать пока. Возьмите чистый лист. Слушайте внимательно. Линия первая. Наберите коричневую краску и нарисуйте вертикальную линию, приложив кисточку горизонтально. Линия вторая. Наберите еще раз коричневую краску и проведите линию кисточкой, приложив ее вертикально. Линия третья. Наберите зеленую краску и просто проведите кисточкой. Линия четвертая. Наберите зеленую краску и проведите линию кончиком кисточки. Молодцы! У нас получилось 4 линии. Теперь задание. Нужно найти самую толстую линию и вокруг нее нарисовать листочки. Вы спросите, сколько? Их должно быть не меньше 2 и не больше 4. Догадались? Тогда проверяйте правильно. Число, которое не меньше 2 и не больше 4, это 3. Находим самую тонкую линию. Вокруг нее рисуем весенней кисточкой точечный рисунок. Теперь он похож на цветок. У нас есть еще 2 линии. Ребята, найдите линию, которая находится слева от вашего цветка. Нашли? Молодцы! Вокруг нее рисуем мелкие листики. Будем примакивать кисточку. Вот так. Внимательно смотрим на свой рисунок. Они теперь не простые линии. Это теперь рисунок. Где-то они похожи на дерево, где-то на цветок, где-то на куст. Самое время звать маму и бабушку. Нужно быстрее им рассказать, что растения, оказывается, бывают разные. Деревья, кусты, цветы, трава. Это все растения. Молодцы! Продолжаем свой рисунок. Мы научились рисовать, примакивая кисточку. Вокруг наших стеблей точно так же будем рисовать листья. Наступило время позвать на помощь весеннюю кисточку. Она нам поможет нарисовать точечный рисунок овальной формы. Почти все овалы будут на кончике стеблей. Но можно добавить и между ними тоже. Молодцы! Ребята, наверное, вы уже догадались, что мы рисуем. Правильно! Мы рисуем сирень. Оказывается, сирень это растение, которое мы не можем назвать ни цветком, ни деревом. А как мы назовем сирень? Правильно! Сирень это кустарник. Вот вы и познакомились и узнали, что растения бывают разные. Посмотрите, над сиренью появляются новые линии. Эти линии называются завитки. Да, ребята, это тот самый весенний ветерок, с которым наша большая коровка улетела к пауку. А это именно тот самый куст сирени, на которой находится наша красивая веточка, на которой сплел свою паутину наш паук, куда прилетела наша зеленая божья коровка. Вспомнили? Вспомнили? Молодцы! Но вы не забыли, мы должны помочь божьей коровке вернуться домой. Ведь друзья у божьей коровки уже волнуются. Но я не вижу цветочную поляну. Давайте ее нарисуем. Слушайте внимательно. Справа от куста цветут желтые цветы. Их нарисует весенняя кисточка. А слева растут красные цветы. Их тоже нарисует весенняя кисточка. Это полевые цветы. Помогите мне, ребята. Можете назвать их? Правильно. Желтые это одуванчики. Красные это маки. Вот и получилась та самая цветочная поляна. Ребята, давайте вспомним, как помог паук нашей божьей коровке. Ну конечно, он помог ей изменить цвет своего листика. Божью коровку теперь можно заметить. Послушайте ответ божьей коровки. Паук, но ведь теперь у меня листьев бледно-зеленого цвета. Меня видно. Мои друзья теперь увидят меня даже издалека. Спасибо тебе большое. А если ты спустишь меня на паутине вниз, скажу тебе огромное спасибо. Паук очень удивился и спросил. Божья коровка, а в чем разница? Большого спасибо от огромного спасибо. Ребята, а вы знаете в чем разница? Я знаю. Но об этом я расскажу в следующий раз. До свидания, дорогие ребята и уважаемые родители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова